Всем привет! Продолжаем смотреть интересные работы знаменитых художников. Сегодня я хотел вам показать работу и немножко рассказать о Артуре Рейкеме. Артур Рейкем плодовитый ангельский иллюстратор, который проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу на английском языке. Это Ветер, Вывах, Алиса в стране чудес, Питер Пен в Кингсингтонском саду, Сон в летнюю ночь Шекспира, Песня о Нибелунгах, Представитель викторианской сказочной живописи. Неоднократно удоставился золотых медалей на всемирных выставках. В 1914 году прошла его персональная выставка в Лувре. Я воспроизвожу текст Википедии. Рейкем был блестящим рисовальщиком, отдавая предпочтение прихотливо извивающимся линиям переплетенных ветвей, пенящихся волн и человекообразных деревьев. Его мир населяет причудливые создания, вроде гномов, эльфов и феи. Представитель стиля модерн Рейкем признавал влияние таких иллюстраторов, как Джордж Крушинг и Обри Бёрдсли. В свою очередь, его влияние чувствуется в иллюстрациях «Ай де Орентур», а у «Эй» в первых мультипляционных фильмах Диснея, в фильмах Тима Бёртона, который избрал своим лондонским офисом бывшую квартиру Рейкема, и Гильер Дель Торо, который говорит, что вдохновлялся рисунком Рейкема при создании «Лабиринта Фавна». «Лабиринт Фавна» — это фантазийная драма мексиканского режиссера Гильер Дель Торо по мотивам произведения Артура Мечина. Артур Рейкем, представитель стиля модерн, родился в 1867 году в Лондоне. Был одним из 12 детей Альфреда Рейкема и его жены Энни, которые смогли дать своим детям хорошее образование. Работал клерком, одновременно посещая вечернюю школу изящных искусств. В 1888 году работы Рейкема впервые появились на выставке в Королевской Академии Художеств. С 1891 года начал посотрудничать с газистами «Вестмистер Газет» и «Пэбл Мэп Баджет». А в 1894 году получил первый заказ на рисунки для книги. Это был «Путеводитель по Америке». Иллюстрации Рейкема к вышедшему в 1900 году сборнику сказок «Братья Гримм» имели большой успех у читателей. Книга переиздавалась несколько раз, причем каждое новое издание выходило в новом оформлении и с новыми рисунками. В 1905 году Рейкем создал серию рисунков «Рип ван Винклю» Иринга. Этот рассказ Иринга «Рип ван Винкль» – это один из самых знаменитых рассказов американской литературы, как говорит об этом Википедия. А в 1906 году он по просьбе Джеймса Барри проиллюстрировал его повесть «Питер Пен в Кингсингтонском саду». В 1907 году вышли «Свет легенды Инголдсби» с обновленными рисунками. А и в том же 1907 году издатель Уильям Хейнман заказал художнику иллюстрации «Колисии в стране чудес» Кэролла. С выходом «Алисы» пришло признание Рейкема одним из крупнешних мастеров «Золотого века» английской книжной графики. Акварели художника выставляли в самых престижных лондонских галереях. Издательство наперебои предлагали ему оформление молотиражных подарочных изданий, которые сразу раскупались библиофилами. В 1908 году Рейхем проиллюстрировал «Сон в зимнюю ночь Шекспира», а через год «Ундину, Мотфуке» и новое издание волшебных сказок «Братья Гримм». После Первой мировой войны две выставки Нью-Йорки принесли Рейхему заказы американских издателей. Мастер проиллюстрировал басни из опа, сказки Шарля Первого «Бужу Шекспира» и множество других книг. Большинство из них – это сказки для детей. Рейхем сам говорил, что поэтические образы, фантастические и шуточные рисунки и книги для детей играют величайшую, стимулирующую и образовательную роль в годы, когда детское воображение наиболее восприимчиво. В 1939 году художник, уже прикованный к постели, завершил свою последнюю работу. Это иллюстрация к сказке Грехема «Ветер вывах». Он умер через несколько недель после того, как создал последнюю иллюстрацию этой книги. Его рисунки невероятно графичны и детализированы. Художник заимствовал традицией немецкой, японской гравюр, выработав свой собственный стиль, обладающий аристократизмом и изяществом. Работы талантливого художника во все времена привлекали не только поклонников литературы, взрослых и детей, но также и именитых художников. Его творчество вдохновляло Уолта Диснея и Тима Бертона, который даже купил дом иллюстратор. Фанаты находят орехневские мотивы даже в «Гарри Поттере» и «Властелине колец». А Тим Бертон, который приобрел за 6 миллионов фунтов стерлингов готический особняк Артура Рекхема в Лондоне, говорил, что атмосфера в доме была пропитана мистикой и тайной. Ну вот, наверное, и все, что я хотел вам рассказать о знаменитом, плодовитом английском иллюстраторе Артуре Рекхеме, который проиллюстрировал, пожалуй, все известные детские произведения того времени. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрите картины, которые я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.